а интересное мешание тебя видно должно быть широкий привет друзья продолжается так не скинь камеру освоение ты мне исправляй грамм и ошибки мои грамматические осваивание или освоение я тоже не знаю что это в общем осваиваем и лодочную рыбалку сегодня на минском море рыбачили не все удалось записать из тоже из того что сегодня случилось и может быть еще что-то случится но я поменял тамакум короче выплыли мы с утра вы страшно было что-то плюхнулась выплыли утром с рассветом можно сказать ну приехали с рассветом у нас меньше в лодке есть хорошая рыба поисковое оборудование плюс были загружены карты минского моря хотя доселе мы на минском море на лодке не были и никогда не с нее не рыбачили на минском море и поехали по карте искать места ну там к руслу ближе к дамбе сразу поплыли на большую глубину когда приплыли к руслу я просто чего все рассказываю это лодку все равно буду осваивать если меня мешание будет брать с собой и вот сегодня что-то получилось то есть как бы рассказать уже кое про что есть рыбка есть хорошая так вот поплыли мы на глубину на большую какая сам большая на 7 наверное около семи метров возле дамбы самая большая глубина походили там посмотрели в приборы но не нашли белой рыбы но соответственно ну то что мы могли бы посчитать белой рыбой соответственно не нашли то что мы могли бы посчитать хищником удивились температура воды 9 градусов еще то есть середина ноября практически а вода еще теплая я думал конечно что будут огромные стаи леща возле дамбы ну там вообще пусто может что что-то и было но вообще так по сути вообще пусто можно сказать да даст стай не было были какие-то одиночные тени так их назовем и мы пошли получается о дамбы и вверх по водохранилищу по руслу здесь сколько ты говорил русал всего или сколько речек 3 3 речки формируют минское море поэтому как бы тоже русловых таких веток получается 3 в одну заглянули с одной мы выходили по ходу но там мелко во вторую заглянули ничего не поймали пошли в третью ветку и там уже начали попадаться какие-то небольшие стайки что-то похожее на рыбу с утра стали на я наверно не сфоткал другие сфоткал картинки на эхолоте с утра мы встали на одну точку там было получается свал коряжничек небольшой ну как коряжничек не то что коряги лежат скорее пеньки и остатки кустов и были какие-то точки похоже очень на рыбу стали бросали бросали ничего поставил я с секси что секси секси импакт в цвете до в длине 38 на 8 граммах нет на 10 граммах головки и цвет коричнево-зеленый такой это наверно кастаик чойс это твой любим да в кастаик чойся и в такой проводке который посмотрел тоже в ю тубе что-то волочил там немножечко подбрасывал получил тук думал окунек сейчас будет зажирать но хотел продолжить проводку все все судачок причем судак все все на удивление хорошо хотя и не подсекал до пробил насквозь крючок торчал насквозь я до последнего думал что это крупный окунь по факту оказалось что это не крупный окунь а ну такой судак в районе килограмма чуть больше кило плюс судак не знаю правда потек или не потеку мишени вообще хорошая надеюсь это окунь не знаю сейчас посмотрю посмотреть бы хотела что это за судак есть лучше видишь где делся этот торчит нормально зачетный на пассивочку вроде бы обрадовались все хорошо начали пробовать словить судака по судачи но так как мы себе это представляем но по судачи он больше у нас там не поймался и мы пошли вообще никак не поймался ну до сегодняшнего до этого момента больше судак у нас да никак не поймался такой вот морской судачи не хороший толстенький укусники пошли дальше 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 по руслу пока не увидели хорошую стаю бели красивую вот я выведу картинку сахалота покажу выглядит она примерно вот так то есть и пока по краю этой стаи были видны длинные какие-то такие тени которых мы идентифицировали как щук как трех щук причем огромных щук стали по стая получилось это тоже на свале но мы были сверху свала не снизу то есть забрасывали мы как бы в русло и поднимали ну да но там перепад на самом деле небольшой был что-то на 5 на 460 но такое вот да ну да 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 плюс присутствовали там небольшие какие-то тоже коряжки думали что там будет спад это из-под этой стаи и судак клевать возможно это щука и потом где-то в течение наверное десяти минут или даже пяти получил поклевку миша тук получил избитую резинку завернутую резинку тук получил я но все без реализации и буквально минутам еще через десять на подбросе приманки точнее подбросил два оборота она падала кто-то резко ударил ее и подтянул вниз до последнего опять же думал что крупный судак что крокодил попался как всегда кончилась пленка в gopro но такая под пятеру самое интересное что с флюром 0 22 на поводке приманка в шахте но как-то я с ней боролся и она не сошла 646 740 это с подсаком подсак кило можно смело откидывать а потом здесь почти 6 кило крокодилятин и ах ты зараза какая красивая борьба была достаточно долгой потому что снасть была легкая которая заряжена как окуневая это графит лидера спро 111 ну совсем скажем не щучий не судаковая снасть хотя переловил она у тебя щук порядком катушка ванька трехтысячный шнур здесь наверно 06 и я привязал сюда флюрокарбон 0 225 судя потому что борьба длилась долго она не попала на камеру потому что села батарейка не вовремя то есть я поленился заменить батарейку но борьба была такая раза три она хорошенечко стравливала и судя потому что флюр не обрезала я все-таки думал что это крупный судак но показалось морда большой щуки мы ее взвесили оказалось что приманка у нее в углу рта ну хорошо так в уголок засела то есть фактически по зубам флюр не ходил и поймал ее на 8 грамм как случилось я сначала крупной приманкой ловил там потом думаю ну попробую легкой 8 грамм голова и это был сколько мишка три с половиной да ну его и тут нету с мнение свинды свинка импакт 3 спойной дюйма в цвете который ты говорил мне blue girl blue гилл blue гилл флэш такой у тебя есть еще показать такой под натурал очку с голубыми блёсточками да это кстати уравила ну того вообще сорвала щука взвесили оказалось что щука весит 6 килограмм 100 грамм без учета подсачек а ну вот такая небольшая приманочка с голубой блесткой голубые и золотые блесточки принесла сегодня щуку замечательную щука так бросаю завалилась на легкую снасть приятно было честно скажу потому что что вообще по сути щучей на нормального судака сна заряжена другая у миши тоже снасть помощнее этот мишин амбишен за до 24 вот и вот этим принципе на крупную рыбу с металлическим поводком я пытался сегодня забрасывать здесь 1 и 2 плетня и катушка twin power 3000 м с увеличенной головой на если это три это три они одинаковые 3000 м в м обвесе катушка в общем лодка тема очень классная очень интересная надеемся что осень концу не подойдет неожиданно и мы еще успеем половить сегодня еще вот решили почаевничать вместе где нету ветра спрятались за островом потому что я не хотел рассказывать что тебя раскачала до мешание на волне раскачала на меня тоже так немножечко под раскачала решили немножко почаевничать и выйти уже на закат попробовать поймать судака на ту точку на которой поймали первого достаем гуся ну реально одну точку нам проверить одну точку пробить есть время большего да все надо так ну что давай карту побольше удашься повидеть куда идти а где он у нас вообще тационаре рассказал про то что работает но расскажу про то что сегодня не сработало хотя мы пробовали упирались это поролон в первую очередь но поролон то ладно бог с ним пробовал я сегодня вот мишка не пробовал я пробовал на вот такой ловит 6 половиной дюймов на десяти граммах изи шайнер наверное это называется зеленый с коричневым с таким с бордовеньким классная резинка красиво играет но не сегодня очень долго сегодня еще упирался вот в новый цвет в пяти дюймах это тоже изи шайнер фиолетовый сегодня меньше ставил ну и достаточно долго упирался в свой любимый цвет это наверное 4 дюйма electric shed тоже изи шайнер на 14 граммах да да electric shed ну вот чего там почему-то на него сегодня поклёвок не было но я еще буду ставить когда будем пробовать судака поймать так в основном больше не экспериментировал с наживками с приманками точнее да да так как мы сегодня первый день вообще вышли на минское море и у нас есть только карта ну такая общая так скажем то мы сегодня пробовали просто построить свои карты какие-то в интересных местах плавали ну вокруг такая красота на минском море не был посмотрите ну красиво действительно красиво заславльское водохранилище это называется правильно и вот тут есть острова такие заливчики какие-то и здесь очень красиво но с лодки оказалось что она не одни такой уж и большой как кажется мы сегодня прошли много где еще пройдем ну наверное какие-то секретные места свои наработаем и что-то поймаем хорошие кстати щука клюнула тогда когда солнце спряталась за туч вот так вот этого там три трубы есть голова у всех закружилась наверно в три трубы они пускают тучи видеть и вот когда тучи сюда вздуло то клюнула щука и и Субтитры создавал DimaTorzok